всем привет привет подписчикам привет тем кто смотрит нас первый раз сейчас у нас обзор нового компьютера новой сборочки это zeus pc 13200 серию то есть ультра игровая сборочка у нас идет на ай пятом нового поколения то есть 7 сейчас зайдем систему я покажу детально intel core tm i5 7400 3 гигагерца на каждое дро у него 4 вычислительных ядра 8 гигабайт памяти ddr 4 и видеокарта на текущий момент времени одна из самых популярных это gtx 1060 версия 6 гигабайт сегодня мы протестируем ну и терабайтный диск стоит обычный hdd мы протестируем сегодня четыре игры это gta 5 это ведьмак 3 battlefield 1 и doom все будем тестировать full hd на максимальных настройках использовать дополнительные программы будем fraps для того чтобы отследить fps тот вожделенный fps который каждому нужен игроману да и еще дополнительно запущу программку которая называется так а вот этом сиай боюсь неправильно просто прочитать как эти аббревиатуры эти в общем заключается про смысл программки в том что в данном случае для нас до конкретно на еще тут есть можно разгоном заниматься раз важное понимание работы процессора работая в видеокарты нагрев можно здесь будет посмотреть и миф развеять об оперативной памяти несколько пользователей мне писала и в личку писала и комментарии оставляли что якобы в современных компьютерах недостаточно 8 гигабайтов оперативной памяти но давайте это проверим потому что я видел некоторые сборки в отдельных магазинах не буду их рекламировать где в комбинации fx-600 gtx 750 ти и там 16 гигабайт оперативной памяти 16 гигабайт а есть даже версии 32 гигабайта оперативной памяти так вот по моему скромному мнению да и мы сегодня это посмотрим на примере графиков это все надувательства это все просто маркетинговый ход такого количества предельно память просто не нужно 8 хватает с головой не знаю там если у вас может быть там два к монитор 4к монитор 4к разрешением но опять же вам под это под это разрешение потребуется соответствующие железо до желательно там уровне 10 10 70 соответствия со всеми вытекающими последствиями стоимостью процессора к нему стоимостью памяти да то же самому может она нужен 16 гигабайт мы говорим о том что вся сборка используется с оптимальными с оптимальными комплектующими то есть данном случае 8 гигабайт хватает с головы давайте это посмотрим начнем же ты опять поехали я буду как всегда перелистывать вперед чтобы не взяли парик момент загрузки и видео у нас не превращалась целый огромный кусок дым непонятно сейчас сразу перейдем к параметрам для того чтобы посмотреть собственно начнем играем так графиком и пошли видим что и 6 гигабайт задействован только два с половиной поэтому у нас огромный задел и выкручено все на максимум то есть те стандартные сроки как правило использую при тестировании игр окей поехали так и у нас соответственно включена вертикальная синхронизация для того чтобы отображали количество кадров чтобы видели максимальный минимальный fps хотя по моему синхронизация играть гораздо интереснее но поскольку вы просите отображение fps а давайте посмотрим как фрэнклин где отдыхай не понял что это мы тут хамим так вот у нас есть машинка наша беленькая сейчас мы у нее сядем и попробуем поджигать поехали ну что fps у нас держится достаточно высокий более чем надо для комфортной игры ой я смотрим по графику то есть 60 fps он выдаст вообще легко не напрягаясь и соответственно выдавая синхронизирован при синхронизации все 60 кадров в секунду мы сбегаем высокой нагрузки на саму видеокарту поскольку на них не идет на предельных своих возможностях до предельных частотах соответственно энергопотребление ниже нагрев ниже и срок службы соответственно выше поэтому я не вижу смысла играть без синхронизации отлично мое мнение ну и соответственно когда картинка синхронизирована и нет каких-то рывков там до перелистывание все четко гораздо интереснее играть поскольку у нас обзор демонстрация производительности то естественно сейчас мы смотрим на саму игру при максимальных минимальных fps ну что наверно пора похулиганить сейчас мы попробуем еще покататься эти прикольно что есть хоть какое-то подобие физики данки машины ведут себя по-разному переднеприводные заднеприводные полноприводные то есть какую-то можно кинуть за нос так пора покинуть это тонучное судно выходе так и давай теперь постреляем на почти крем немного и начнем наверное с самого любимого подобно подобно они подряд не взрываются одни фуры красота какая мы видим когда минешь много много частиц взрывов естественно fps проседает но даже сейчас он проседает совсем не сильно и в любом случае играть вполне комфортно пытается кто-то сбежать но это апокалипсис никто не убежит никто не скроется хотя кто-то походу кому-то удалось да или я попал него нет не удалось приехала милиция ну так сказать вот тут сразу такие вот пойдут перестрелочки давайте попробуем скрыться от них если на счет конечно не убьют куда 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 не 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 достану все ну видим ребята что в принципе fps более чем комфортный и 60 кадров в секунду на максимальных настройках видеокарта будет водить вообще без проблем ну а сейчас включим синхронизацию вертикальную так настройки видео графика и и у нас вертикальной синхронизации этот 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 а вот она включить 10 а у нас наверно стоят настройки развертки давайте посмотрим графика частота обновления у нас должна стоять 60 правильно 60 все и будет он спаде еще 60 кадров в секунду вот я кстати недолго не мог понять изначально когда-то настройка выполнена 50 кадров и почему мне было признание организации 50 кадров в секунду оказывается просто он подстраивается под частоту обновления и поэтому естественно меня изменяется так ну что бинго но есть такое дело по хулиганере кстати прикольная система повреждений видим даже стекло не рассыпается да вот как как в оригинале но так типа кусочками дойдет чтобы люди совсем не стало стабильники 60 и что там нас милиция уже есть есть улыбнись улыбнитесь опа повезло тети или не очень повезло ты или нет да повезло а тут уже все так прикончили ну что ребят можно выходить джетах мы потестировали сейчас выйдем в главное меню и посмотрим по нагрузочке да по процессору но видим он не грузится на сто процентов были пиковые сотки но в целом он грузится порядка 80 с копейками да если провести то где-то на 8 с копейками он загружен вот когда мы поставили синхронизацию видим вот как раз и загрузка его еще уменьшилась то есть фактически чем я говорю что при вертикальной синхронизации у нас картинка более плавно и загрузка систем у нас идет ниже так где у нас видео наша загрузка загрузка графического процессора ну при вертикальной синхронизации мы получили загрузку в районе 76 процентов а здесь бы она видеть прыгла была большая то есть фактически когда нам выдавал там 100 кадров да еще больше она там выдавала 98 максимально 97 90 были 80 а так в среднем около 75 процентов то есть все таки лучше играть то вертикальной синхронизации картинка приятней то есть частота обновления совпадает и меньше нагрузка на национальный процессор и видео но подведем итоги gta 5 для видеокарты gtx 1060 6 гигабайт и в связке с процессором i5 с 7 поколения данном случае 7400 вообще без проблем на ультра full hd можно четко играть так идем дальше третий ведьмак итак мы в игре ночью у нас на дворе и давайте посмотрим настройки options видео графика стоит ультра и я традиционно отключил nvidia hair works которая грузит систему но абсолютно абсолютно сильно не влияет на какие-то визуальные составляющие так и по другому там как-то волосы отображается но я не чисто не уловил этой фишки все я зато система нагрузит дай боже но в данном случае у нас ультра nvidia hair works на минимуме и у нас разрешение full hd давайте мы отключим вертикальную синхронизацию и отключим организации по кадрам для того чтобы поставить реальную раскадровку так окей бэк бэк энтер покей так и давайте наверное вернемся в день что так было более приятно так как тут у нас она нужна слишь с вашей страшатки наверно да и попробовать поставить и как это делается как а вот так вот медитация и медитация чтобы было утро да или тоже день а вот мы уже медитируем да ну что ж в игре видим раскадровку слева и вот у нас тут тетя такая кстати чтоб с ней бороться если не ошибаюсь необходимо именно использовать знак усиление атаки да как то на магическая ловушка вот она потому что так так с ней бороться тяжело она у нас тетенька такая а вот так можно и носить урон видим то есть фактически когда есть магическая ловушка особенно для таких магических существ нужно потустите к себе и долбанить ее все мы отправили к праотцам канубису или куда там они впадают в данном случае и и сядем на нашу расшатку ну тут конечно можно наслаждаться игрой в полной мере все таки видеокарта тянет игрушку без проблем и можно на максимальной графике насладиться красотами очень красиво сделана игра очень видимак 3 наверное совершил какую-то революцию в этом жанре игр в плане графики очень красиво прорисовки детальные особенно в городах красиво прорисовано все это везде любой любой ситуации это тот же дерево те же монстры те же какие-то постройки да то есть очень хорошая детализация проработанная картинка давайте мы вернемся что-то найдем каких-то монстров в городе в городе будет неинтересно ну каждый раз говорю если вы не играли в эту игру никогда не важно в первую часть во вторую шпильте в третью получите уйму удовольствия и даже не важно на какой графике даже на минимальной графике там может быть с каким-то там HD разрешением все равно можно насладиться красотой игрой ну главное конечно чтобы у вас было кадров хотя бы там от 25 и более стабильных потому что с меньшей раскадровкой ну будет жесткий дискомфорт так выходи как я сюда влез так где здесь у нас поскакали да фастер фастер найдем еще какую-нибудь живность бесовщину какую-нибудь попробуем ее одолеть это у нас ведьма чуть-чутье таким образом мы видим ага а вот кстати кто это у нас пырки какие-то водяные да ну что ж вот против них ой против них очень хорошо и гни это короче огонь кажется да правильно давненько уже не играл да ну я играю на самой на самой низкой сложности естественно кто играл в игру знает что если вот так вот с ними драться и позволять подкраться себе сзади то ничего хорошего этого не выйдет и я думаю после первой же атаки вы отправите сами канубису ну здесь чисто для демонстрации игрового процесса ну ребят видим что игрошка идет без проблем есть какие-то поседания абсолютно не критичные не влияющие на работу скажу более того если вы включаете вертикальную синхронизацию делаете 60 кадров в секунду то стабильно их и получаете так options видео графика включаем вертикальную синхронизацию и ставим 60 кадров в секунду enter ок все рисуем и вот у нас приятная раскадровочка опять же та же красивая графика и еще вот тут у нас кто-то приблудился что-то одинокий какой-то ходит кто это иди сюда какой-то маленький бес кстати тут в паре флоры и фауны столько разнообразных чудовищ бывает бывают такие огромные кстати бесы как если не ошибаюсь там несколько раз превыхающие по росту ведьмака геральда бывает маленький бывает в общем всего нравится фэнтезийный мир он конечно немножко по-собому изложен да тут может непривычно те же самые эльфы да их роль гномов но тем не менее игрушка заслуживает на уважение и на этой сборке в связке gtx 1060 6g то есть 6 гигабайт плюс i7 ой i5 i7-400 вообще без проблем то есть ведьмаку мы однозначно ставим 5 все ребят идем дальше следующая игрушка да и перед тем как следующая игрушка давайте посмотрим на загрузку процессора в данном случае процессор у нас был загружен где у нас здесь ага почему мы начнем начнем даже с графического процессора да так gp загрузка gp но здесь видим на ведьмаке весь потенциал используется у видеокарты поставлена загрузка на 100% даже несмотря на синхронизацию да видим что там сохраняется по центральному процессору видим что ведьмак не настолько требовательный мы видим он плавающий ну в основном да бывают какие-то пиковые сотки ну так в принципе если нейтрально провести я думаю будет около 75 наверное не выше то есть по процессору здесь еще есть большой задел при этом процессор хорошо нагружает видеокарту она скрывает свой полностью потенциал так идем ну и температуру вы тоже наблюдаете да вот пожалуйста все не температурные показатели нет никаких скачков то есть система по охлаждению вообще без проблем отрабатывает на ура никаких троттлингов нет все окей так идем дальше следующая игрушка у нас батла первая так вот мы вот мы вот мы не разведчик а поддержка начать о вот мы кстати по настройкам настройки видео full hd синхронизация включена и ультра па-бам 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 поехали но где враги где враги ну что мы не едем ох можно переключаться да где враги где враги ну там там наверняка в consolidated ну невероятно где тут ну на Куда-то стрелять, да, где-то тут? Не видно никого. Так, я так понял, что все, да, отстрелялся, так, ладно, поехали, хорошо, нет, где начать, куда, к кому приблизиться, ладно, поехали, начать, с вдовоём пробежали, ну, ну, мы видим, что по кадрам вообще все без проблем, не знаю, что играю, я плохо, да, игрушку тянет система вообще круто, то есть 70, сколько там, 70, да, 70-80 кадров, ну, более чем необходимо для комфортной игры. Это можно же включить уже вертикальную синхронизацию и поиграть с ней, да, давайте так, или, ладно, давайте по кадрам посмотрим, может, просядет где-нибудь, может, ему удастся её нагрузить вот таким образом. Так, где там враги? Куда я там стреляю, непонятно. Враг ранен, есть, я принёс в кабане хоть какие-то очки, интересно. Ещё раз враг ранен. А, вон они, да, давай, 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 давай. Да, всё, 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 вон меня чувак подбил. Ну что, ребят, я думаю, что видно, игрушка тут вообще без проблем. Никаких провисаний, подвисаний, фризов. Тем более это у нас операция, да, то есть фактически на здесь... Смотрите, ребята, да. А как тут... Ой. Помочь можешь иметь? Кому помочь? Кто это со мной разговаривает? Кто это говорит со мной? Сейчас, хлопчу, накулят кого-нибудь. Ага. Всё. В общем, ну, ребят, видим, что FPS более чем комфортный. Всё, идём в Doom и подводим. Мы пока не запускаем ещё Doom, смотрим, как вёл себя процессор, как вела себя видеокарта в Battlefield. Видим, процессор был загружен полностью, да, то есть, батла требовательная игрушка к процессору. А видеокарта в данном случае тоже полностью. То есть, фактически, вот в данном случае у нас и видеокарта, и процессор были загружены практически постоянно полностью. И опять же, никакого торлинга, никаких перегревов. Система работает абсолютно стабильно. И смотрим по использованию АЗУ. Максимально на текущий момент времени было использовано 6,5 ГБ. 6,5 ГБ. То есть, фактически, ну, ни разу даже 7 не было использовано. Мы уже сколько-то какую-то третью игру тестировали, да? Что, поехали? Поехали тестировать четвёртую. Doom. Так, вот у нас Doom. Смотрим настройки. Параметры, видео. Так, у нас отключено. Консернизация отключена. И по расширенным у нас стоит ультра. Ультра, 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 ультра. Поехали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, для Doom я смотрю, вообще, это сборочка. Как орешки щелкают. Никаких трудностей мы не наблюдаем. Играть максимально комфортно. Так. Ого. Ого, ого, ого. Ого, ого, ого. Где этот прыгающий? Кошелот. Так. Что вон? Такая мясорубка. Да, вот за что, думаю, любишь. За это как раз от ее напряжения, такая атмосфера, такого. Хардкор такой. Я, конечно, играть не особо умею. Вернее, вообще не умею. Ну, в эти игры я особо не шпилю, поэтому, конечно, каких-то навыков у меня нет. Но даже мне интересно в нее поиграть, побегать. Ну, наша задача протестировать игру на в плане производительности. Вы сами видите, что вообще без проблем идет игрушка. Наверное, из всех трех игр, которые мы тестировали. Что это такое? Залетающий чувачок. Не получилось его взять. Так, это я приземлился. Ого. Что это такое? Ого. Дядька, ты что еще это? Ой-ой-ой-ой. Ого. Ничего себе. Чувак ты. Адский чувак. Что это такое? Ой. Что с ним нужно делать? Встрять не я. Ну, какой-то бонус я схватил. Прыгай, еще, прыгай, еще, прыгай, еще хинья. Такое стрэш тут. Все, есть. Ого. Как вас много здесь. Тут же хоть шварить можно, интересно? Все, у меня прикончили. Ну что, ребят. Doom тоже идет абсолютно без проблем. Думаю, можно выходить из игрушки и подводить итоги. Напомню. Так. Загрузить. Повторить. Заркадное меню. Напомню, здесь у нас сборка следующая. У нас здесь i5 7-го поколения. То есть, самая последняя, соответственно, материнка, поддерживающая всю линейку снимового поколения, вплоть до топовых i7. Что у нас еще здесь есть? У нас здесь, вернее, процессор i5 7-400, да? Видеокарта GTX 1060 версия 6 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и терабайтный диск. Мы протестировали 4 игрушки. Во всех 4 игрушках мы видим, что сборка показывает себя наилучшим образом. Можно максимально комфортно играть на 60 кадрах в секунду. Full HD разрешение на максимальных настройках. При этом все, если мы посмотрим по производительности, по нагрузке системы, как температурный режим сохраняется, так и производительность тоже на высоком уровне. Как загружена, в принципе, видеокарта, загружен процессор. Нет такого, что что-то не дотягивает, да? То есть, сборка достаточно оптимальна. Ну и это все в стоковых частотах. Здесь ничего не разогнано. Я тестировал стоки. Естественно, что можно погнать, там, увеличить еще производительность с приростом. В среднем 15-20% добиться. Может, даже больше, в зависимости от режима, в зависимости от игр. Но, опять же, все в стоке. Идем все работать без проблем. Поэтому сборочка имеет право на жизнь. Кому необходимо подобная производительность такой сборки, прошу обратить внимание. Ну что, ребят, ну и в завершении, конечно же, вот вам назидание любителям, как говорится, DDR-филом. Вот наша загрузка АЗУ. Да, где она? Загрузка АЗУ. Максимально 6,7 ГБ. То есть, не было даже больше 7. Зачем там 16, не понять не могу. Ну, расширять можно до бесконечности. Сколько там, да, по ограничению по материнской плате. Там 364 ГБ, оказывается, пожалуйста, можно доставлять. Ну, просто ниже смысла пока в этом. То есть, зря я тратил деньги. Тем более, DDR-филом достаточно дорогая. Чуть позже будет отправлена ссылка на детальное описание этого системника, где можно приобрести, как заказать. Всех благодарю за внимание. Будет еще много интересного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди у нас все тут много интересного. Маленькое отступление. Я видел, видел, ребята, что вы просите, чтобы я протестировал больше игр на i7 второго поколения. 2600, если не ошибаюсь, да, в связке с видеокартой 1063 ГБ. Просто их сейчас реально нет. Вот реально, вот их... Ну, вы сами видели цену, да, на i7 плюс 1060. Она реально очень сладкая, поэтому они тупо в резерве. Ну, не просто нет. Когда появятся, я обязательно выхвачу один и сделаю все обзоры на видео. Пока, к сожалению, только в резерве стоят. Клиентские. Те, кто заказал, либо на предзаказе. Появится обязательно сделаю. Еще впереди много интересных сборок разнообразных, которые менее производительные, более производительные. Будем пробовать ставить, чтобы вам было интересно. Все. С вас лайки, подписки. А всем завершение здоровья. Это самое главное. Всего доброго. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok